Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы в прямом эфире, Прямо-Медиа-Лайв. Сегодня у нас в гостях два замечательных человека, Екатерина Крылова, Игорь Карлин. Можно вас назвать обоих, да, кураторами Центра современного искусства? Ну, в целом, да. В целом, может, да. Вот сейчас, Игорь, потом палочку стафетную подхватит. Ну, скорее, немного не так, просто я есть и буду, вот, просто я осуществляю свою деятельность из Москвы и, собственно, контактирую с международным сообществом и с какими-то столичными деятелями, а Игорь отвечает за все, что будет происходить на местном уровне и общается с местным творческим сообществом, и это очень важно. Ну, и сразу начнем, зачем в Владивостоке нужен Центр современного искусства? Вроде есть, там, картины галереи местных художников, там, есть Пятое и Десятое, там, галереи арка и так далее, вроде как стараются они более-менее соответствовать, там, нынешним тенденциям, ну, по крайней мере, живописи. А зачем вот так подобный Центр? Ну, современное искусство, так скажем, в принципе, оно довольно далеко от живописи и традиционного понимания каких-то творческих именно, скажем так, больше ремесленных занятий, вот, потому что современное искусство — это такой способ видения мира, это комментарий к тому, что сейчас происходит, именно критический, аналитический, и то, что современный художник сейчас считается основным после, вот, да, когда, например, у нас была литература «Центричное общество», писатель, журналист, он был основным таким мыслящим звеном в обществе, и такой лакмусовой бумажкой того, что происходит, то сейчас это современный художник. Он наиболее такой продвинутый интеллектуал, он всегда знает, он всегда имеет мнение о том, что происходит, и плюрализм, мнение, которое сейчас есть в контемпориарте — это вот такая возможность оценить с разных сторон и сделать свое суждение о каком-то важном явлении. — Вот продвинутые интеллектуалы, да, не бывает ли вот так, что это такая между собойчик продвинутых интеллектуалов, которые я сделал, там, перформанс, грубо говоря, что-то ко мне пришли мои друзья, такие же продвинутые интеллектуалы, как я, поохали-пахали, как здорово, как прекрасно, какая же ты замечательная лакмусовая бумажка, да? И на этом все закончилось, там, минимальный у публики какой-то интерес, но вроде как бы перформанс. Как вот с этим быть, с такой локальной культурой такой? — На самом деле в последние 10 лет современное искусство, в принципе, искусство, оно перестало уже быть элитарным. То есть это на самом деле поле деятельности для очень большого количества людей. И то, что сейчас происходит в современном искусстве, это прежде всего, не скажу заигрывание с массовой публикой, но это обращение к ней, это желание втянуть ее в общий именно качественный рост. И художник отдает себе в этом отчет, хороший художник, а именно таких, которые могут зажечь публику качественным контентом, не попсовым, но при этом доступным. Мы собираемся показывать на нашей фабрике. — Поднимаете публику, либо немножко там с небес спускаетесь к ней. — И то, и другое. — Но это не боитесь, что так или иначе, что все-таки Владивосток, город, какой бы ни был, вот говоришь, что вот сейчас рост пошел, но это периферия. Здесь это все современное искусство плавно перетечет в что-то такое, поп-арт такой, назовем так. — На самом деле этого не будет. Наша задача просто вдохновить хороших мыслящих, творческих людей. Я здесь их нашла немало, что меня, если честно, очень сильно удивило, но обрадовало. И в мире уже очень много примеров качественного контента, который доступен для восприятия. То есть он сначала просто поражает и завораживает своей картинкой, а потом уже заставляет человека, который его видит, задуматься, сделать выводы и сделать что-то свое, не хуже этого уровня. Вот в этом и смысл. — Почему Владивосток? — Получила такое приглашение и, в принципе, давно думала об этом городе. И так или иначе, все равно бы сюда доехала, но когда я получила это приглашение, для меня это было, наверное, знаком скорее. И это очень классная точка для того, чтобы сделать что-то индивидуальное, не делать калькус каких-то уже существующих хард-кластеров или центров современного искусства, а сделать что-то свое. Это очень интересная географическая точка. И очень много культурных ассоциаций, которые можно переиграть в какую-то интересную подачу. — Вот, какие! Потому что очень интересно всегда узнавать про ассоциации у людей, приехавших. Потому что у нас здесь все замылено, уже глаз замыленный. Что вы видите? Будет ли это такая точка в Азии европейская, да? Либо азиатская точка в европейской России? Вот как вы его будете позиционировать? — На самом деле мы даже хотели позиционировать этот центр шире и, в принципе, использовать его, скажем так, положение на окраине материка и вообще, в принципе, одной из окраинных точек мира в хорошем понимании. То есть здесь, например, есть мысль в будущем, если это будет очень хорошо развиваться, успешно, сделать такую точку пересечения мыслей именно художников, раскинутых по географическим окраинам. Например, пригласить художника из Исландии или из Аргентины. — Из Супер на край, да? — И сделать арт-резиденцию, где бы они могли совместно работать над каким-то произведением искусства и дальше включить его в коллекцию. Вот это, собственно, музейная коллекция постоянной, новейшего искусства, которого в регионе точно пока нет. Это наша основная цель на будущее. — Ну вот будет, насколько я знаю, на русском делаться тоже такой арт-кластер, дом народной культуры. Не боитесь, что это будут взаимокопирующие, взаимно антагонистские такие вещи? — Смотрите, дом новой культуры, конечно, не пугает. Я знаю, что они открываются в Калуге, в Екатеринбурге и здесь. На самом деле мы очень хотим дружить с ними, и программы наши не будут пересекаться в том плане, что дом новой культуры — это более серьезный образовательный проект для уже совершившихся профессионалов. То есть там есть профессиональные архитекторы, дизайнеры, а это все осуществляется в сотрудничестве с Институтом Стрелка, это их профиль. То это будет скорее способ саморазвития для уже оформившихся стартапов или индивидуальных профессионалов. Наша же площадка, она больше за доставку хорошего искусства во Владивосток и за то, чтобы стать пространством формирования каких-то арт-объектов, освоения новых форматов и практик художественных, которые в мире уже развиваются довольно давно, а здесь еще пока не используются. — Не боитесь вот то, что Владивосток при всем своем многообразии разных интересных личностей, город по сути с таким тоже, есть всплески такие яркие какие-то, но по сути это мало публики для таких объектов. Вам не боитесь, что публики не будет? — На самом деле... — Ну давайте, давайте, да, по очереди. — Ну когда очень интересный вопрос, потому что уезжают люди отсюда, это известная проблема у меня у самого есть, которые занимаются чем-то интересным, и которые могли бы Владивостоку что-то оставить, дать. Ну не пример, конечно, Логутенко, которая отсюда уехала, начинает пиарить Владивосток во всех странах, и, собственно, поднимая интерес к нему. И возвращаясь к вопросу о том, что не боимся ли мы, что будет мало публики. Мало публики есть, как вы уже озвучили, но было бы интересно ее оставлять хотя бы и привлекать еще больше тому, что есть, чтобы люди, которые запланировали свой уезд после конца университета в следующем году, не уехали, а имели какую-то площадку, где они знают, что могут найти подобных людей и сделать что-то подобное. И, может быть, съездить на стажировку в Москву, в Петербург, и привезти еще что-то новое. И стать словно Христофором Колумбом, который завоевывает Москву и Владивосток. Ведь это очень интересно и романтично для молодых людей, я думаю. Это главное, а не просто приехать в Петербург, остаться там жить, работать продавцом или официантом. И все. Так вот, это причина остаться здесь. И причина оставить здесь больше людей, и последствиями, может быть, переманить тех, кто уехал. Просто вот фраза, что мы делаем площадку для того, чтобы люди здесь оставались, она звучит на протяжении уже трех лет. Мы строим ДВФУ для того, чтобы люди здесь оставались. Мы строим мосты для того, чтобы люди здесь оставались. А люди начинают уезжать еще больше. И я не понимаю, тоже вот мы строим вот это тоже, чтобы люди здесь оставались. Потом в итоге к вам будут приходить оставшиеся, кто-то еще вообще не уехал. Почему такая уверенность, что это будет площадка, это сработает? На самом деле, хочется добавить к тому, что сказал Игорь, только одно, что любой город, даже Москва, на самом деле держится на очень немногих людях. Вот на самом деле. Особенно креативная сфера и современное искусство. Вот я приехал сюда в апреле, я очень долго думала, браться ли за этот проект, и действительно нужен ли он Владивостоку. Это не спонтанное решение. И я встретила очень много людей здесь, которым это действительно нужно, и которые могут вынести на себе этот проект дальше, чтобы он был интересен, и чтобы он реально оставил здесь людей. То есть я могу назвать уже 2 реальные звезды, которые здесь остались, благодаря этому центру они будут работать, и городу дадут очень много, уже дают очень много. Кто? Вот, соответственно, Игорь. А тоже хотел уехать, да? Ну, у меня буквально, вот, я купил билеты за 3 дня до предложения, и уже забронировал квартиру, и, ну, мне поступило это предложение, и я такой, шорт возьми. Ну, что ж, это шанс. Шанс остаться здесь. Ну, просто очень хочется остаться здесь, в Владивостоке, где ты видишь множество проблем, но там ты растешь, видишь это множество проблем, видишь, как они не решаются, видишь, как люди некоторые тоже уезжают, валют и говорят, ах, и все. Ну, вот в этом тоже же большая проблема, когда у нас тут, ну, грубо говоря, да, я сейчас скажу, там, коммунальные проблемы не решены, да? А вы тут со своим современным искусством. Вот не напугаете ли вы людей? Ну, потому что для многих современное искусство, это вообще нечто непонятное, такое пугающее и бессмысленное во много. Как вот дать людям, как приучить-то людей? Это же надо учить людей. Ну, они же уже приучены к несовременному искусству. Ну, очень несовременно. Вот. И просто им показать что-то новое, и показать, что они ходят по кругу. Нужно из этой спирали выходить на более новый уровень и идти дальше. А, собственно... Как показать? Как показать женщине, которая, не знаю, работает продавщицей в магазине, такой утрированный образ, такой, да? Я думаю, что вот это то, что ей нужно сейчас на данном этапе ее жизни и на данном этапе вообще современного существования жизни в России. На самом деле плохие бытовые условия часто становятся главным образом в современном искусстве. И на самом деле это повсеместно происходит. А что касается женщины-продавщицы, то наша задача вдохновить просто, заинтересовать, дать импульс. И мы собираемся делать это прежде всего через очень доступные образовательные программы и через мастер-классы, где все люди будут делать что-то своими руками. И это уже очень важный творческий сдвиг. Вот давайте поподробнее тогда перешли. Вот что там будет, ну, так, по пунктикам, да? Ну, чтобы... Открываетесь вы через неделю уже, 1 августа. Вот что там будет, вот чтобы сейчас кто не знал, кто сейчас первый раз услышал, что конкретнее? На самом деле 1 августа и август в целом это даже можно назвать тестовым периодом нашей работы. Вот, мы будем смотреть, как реагирует публика на все, что происходит, и готовиться к открытию нашей самой большой выставки «Реконструкция шума» в сентябре. Но уже на протяжении августа у нас будет серия киновоказов, документального кино нового. Собственно, тот тренд, который в мире входит сейчас в список ключевых. Вот, и, насколько я знаю, в Владивостоке очень много режиссеров. Вот, мы очень хотим давать ориентиры правильные. Вот, а это самые интересные фильмы, которые, можно сказать, мы увидели в Москве даже за последние несколько лет. Вот, а также будем показывать видеоарт, но не скучный, не заумный, а просто очень визуально красивый и насыщенный. Чтобы приучать публику к этому жанру, это для окраинных, скажем так, труднодоступных регионов, это самый интересный вид искусства, которым можно развиваться, потому что он доступен, видеоарт можно пересылать по e-mail или на диске почты, и все. Вот, она готовая выставка. А, что касается творческих усилий, необходимых для создания этих продуктов, они намного превосходят работу в любых других жанрах. Вот, также у нас открывается читальный зал с самыми свежими книгами, которых я не нашла здесь в апреле, хотя разыскивала очень-очень серьезно. Вот, они у нас будут продаваться абсолютно по московским ценам. Вот, и больше не нужно будет заказывать... Хотела сказать абсолютно без наценки. Вот, просто на самом деле это очень важно. Выходят доступные исследования о культуре, искусстве и дизайне, и каких-то других творческих сферах, которые очень важно прочитать. Они интересные, сейчас пишутся совершенно с другим подходом, не с каким-то таким академическим, канцелярским, а просто как живой диалог, и это важно прочитать именно сейчас. Вот, и, собственно, Игорь расскажет про швейный каворкинг, как раз про то направление, которое поможет тех же, тех самых... ту самую простую публику, например, женщин, да, которые в Владивостоке, насколько я знаю, очень увлекаются швейным делом. И все эти тематики... Учера у нас были девчонки из бренда Сукуп здесь, вот, и они сетовали на то, что у нас нет ни площадей, ни мощностей, что, ну, все благополучно было утрачено. Ну, вот, видимо, да, вот сейчас... После зале остался довольно большой фонд машинок и различные фурнитуры подобных вещей. Так вот, собственно, как Катя уже сказала, я буду заниматься там в том числе и швейным каворкингом, проектом, который я еще хотел начать в апреле, но в силу некоторых причин это приостановилось, и, наконец-то, сейчас есть возможность это воплотить. Машинки я еще тогда отобрал, это промышленные, большие, правда, немного громкие, настоящие... Устаревшие уже нет? Нет, Заря была... В этом и прелесть. Я бы не сказал, что они устаревшие. Заря была достаточно... Хорошо относилась со своим фондом, постоянно их обновляла. Там не только советские машинки, там японские и немецкие, то есть, ну, отличные машинки. Все почти фабрики, которые есть сейчас в Владивостоке, которые занимаются крупными заказами, ну, бизнес-заказами, они шьют на таких машинках, и они от них не устаревшие. Они сильные, есть оверлоки, то множество мощностей, которых как раз не хватает выпуском в ГУЭСа, дизайна, костюмы, потому что они выпускаются, а у них дома машинка без оверлока, и они просто такие, что мне делать, я пойду в ателье работать. Это глупо, это закапывание своего таланта, потом он уезжает в Петербург, ну, эта история много раз повторяется. Так вот, на Заре будут новые, точнее, не новые, мощные машинки, в достаточном количестве, будет около 12 челночных, 4 оверлока и по трикотажу несколько. Будет гладильная доска огромная с паровым утюгом, будет также камера хранения тканей, чтобы те, кто в этом каворкинге работал, они могли бы оставить ткань, изделие в свои шкафчики на замках, будет интернет, кофе, все будет достаточно хорошо, я думаю. И когда это откроется, когда будет хорошо? Я начну этим серьезно заниматься, через пару недель, и я думаю, первому сентябрю я это все сделаю, открою. Зал уже готов, в машинке часть уже приведена, отлажена, хорошо работает, и часть вот будем заниматься с ремонтными бригадами. Сколько человек позволит там одновременно работать? 20. Ну, это максимум, ну, в единое время, нет. Дело в том, что будет несколько там абонементов месячных, двухнедельных, я не думаю просто, что кто-то там будет работать по 12 часов в день, можно это все аранжировать. Также же там будут ребята, которые будут предоставлять услуги по нанесению рисунка на ткань, что очень классно, потому что, да, не только принты, принты прямо на ткань, то есть ширина метр сорок, и ты можешь собственным орнаментом распечатать индивидуально классную ткань, потому что мы на краю России, и у нас на самом деле проблема с ассортиментом тканей, и иногда до нас доходят очень маленькие тиражи, это огромная возможность, чтобы что-то хоть поставить на небольшой поток и начать зарабатывать свои идеи. Вот, это что касается ширинного коворкинга. А цена, вот какова цена вопроса? Потому что... В паблике я оставил цену, я еще не возвращался к ней, но, по-моему, она останется прежней. Это около... Ну, там, плюс-минус 50-100 рублей, 250 рублей в день, 100 рублей, по-моему, час. И если на месяц брать, то это 4 тысячи, и если на 2 недели, то 2,5. В моем такие цены. Ну, плюс-минус 100 рублей, мне кажется, это достаточно хорошо, потому что аренда, собственно, офиса, где можно поставить машинку, за которой нужно ухаживать, куча других проблем обходится дороже. Это отличная альтернатива. Также могу добавить к словам Кати насчет читального зала и видео-контента, что читальный зал, я действительно в Владивостоке не видел современных книжек о дизайне, о современных тенденциях. Их просто нет. Кто-то где-то обменивается, да, дружески там, да, хранит их. Кто-то из Москвы, она просто идет по рукам, изнашивается через 15-го читателя и пропадает. И все. Это большая проблема. И это отличная возможность купить те же книжки, по которым делают, которые читают и любят, уважают и исследуют в Москве, в Петербурге, те же дизайнеры, которых здесь мы читаем, смотрим и хотим делать то же самое. Это отличная возможность просто быть ближе. И видео-арт. Это не просто фильмы, которые показывают иногда где-то у нас в Владивостоке. Это фильмы, которые вряд ли можно скачать на торрентах. Которые появятся на торрентах через пару лет. И так же, как вот Pacific Meridian. Те фильмы, которые там, их большинство нельзя найти на торрентах. Могу сказать, что они точно не появятся ни на торрентах, ни в интернете, потому что это именно фильмы ведущих зарубежных художников. И как раз они свои права храняют очень хорошо. Об этом заботятся также галереи, которые их представляют. Поэтому как раз эти фильмы нельзя увидеть в интернете. Можно наблюдать фрагменты, но целиком погрузиться, чтобы в атмосферу как раз можно будет только у нас. Вообще аудитория, какую вы для себя целевую, целевую вашу аудиторию? На самом деле, первоначально мы, конечно, рассчитываем на молодежь, то есть людей до 39 лет, включительно, и художников в том числе, начинающих. Но мы очень рассчитываем, что за ними потянутся все остальные. И, в принципе, Заря очень динамично развивается. Там планируется развивающий центр для детей, планируются различные шоурумы, эксклюзивные одежды, например, какие-то студии творческие, например, фотостудия, студия рисования для взрослых. То есть все эти вещи, они могут, в принципе, составить интересную досуговую альтернативу для остальных возрастных групп. Можно сказать, что дизайн-фабрика Заря и ЦСИ начинают новую волну жизни на Заре. То есть было при открытии, мы все его помним, поплели, по-моему, да? Ну, тогда мало что было готово. И теперь ребята из Конфли Джангл, они довольно тоже известны в Владивостоке, очень хорошо занялись обустройством. И вообще, я вот сегодня видел некоторые проекты, я прям поразился, что в Владивостоке будет подобное. И вот цех... И внешне. Благоустрасте на территории. Всем. И вот цех, которые открываются, я там был внутри, ну, я много где был по миру и видел много чего. И что я там увидел, мне прям, очень понравилось, потому что в Владивостоке появилось, блин, пространство, которое меня полностью и вообще удовлетворяет. Не то, что цели, а вот именно интерьеры. Я такого не видел. Мне кажется, ну, всем ребятам, которые учатся на архитектуре у нас, у нас множество дизайнеров и архитекторов, им стоит вот посмотреть. Какая-то поддержка от властных структур администрации края, города, есть? Либо это все делается без... Пока это частный проект, но мы очень рассчитываем на самом деле вписаться в какую-либо из государственных программ впоследствии, но как мы для себя решили, для этого мы должны сначала показать какой-то результат, хотя бы визуальный, да, как выглядит наше помещение, какую-то программу уже предъявить зрителю ценить реакцию, чтобы потом обратиться на поддержку. Просто эта поддержка позволит нам развиваться еще шире. Так мы, конечно, будем существовать, и у нас есть определенная программа, но вот что-то сделать еще более масштабное мы будем всегда рады. А почему по-вашему вообще государственная структура? Ну, я вот, Игорь, просто по правилу Девосток менее всего нацелен на какое-то современное искусство проще поддержать, не знаю, те же библиотеку, обычную, где там висит тюль, уже усидит женщина, которая делает вот тихо-тихо, а вот так. Почему вот, ну, нет никакого видения, что сейчас происходит с искусством у власти? Потому что это, собственно, две тактики частных структур и государственных. Государство делает то, что хочет публика, а частные структуры хотят привить вкус, публики повышать их. И в библиотеки-то никто не ходит нынче-то уже, потому что молодежь туда не пойдет, потому что там некомфортно совершенно. А кому? Просто библиотека, да, и все прочие бюджетные учреждения, это вот необходимый формальный минимум как бы того творческого продукта, который должен присутствовать в любом городе. И, к сожалению, государственные структуры, я не имею сейчас в виду никакие конкретные, относятся немного формально к этому вопросу. И, как правило, сильно загружены, и именно на творческий подход, такой энтузиастский, к той же самой библиотеке остается очень мало времени, и, в принципе, человеческого ресурса его не хватает. Вот в Москве, например, есть несколько библиотек, которые из старых преобразили в совершенно новое пространство. Вот, и, конечно, это здорово, что это происходит за бюджетными учреждениями, которых вообще уже никто не ждал никакого развития, потому что, в принципе, все переходят на электронные книги, как считалось. На самом деле, это, конечно, не так, и подержать в руках пахнущую типографской краской книгу с хорошей бумаги, это очень здорово. Вот, но, тем не менее, нужно дать какой-то импульс. Я уверена, что после того, как люди придут к нам в пространство и увидят действительно фантастические интерьеры и мебель от Concrete Jungle, например, даже мне вот эти те объекты, которые хочется трогать руками, это не часто происходит, они, на самом деле, у них в голове, если не сразу, но уже, я думаю, через пару лет будет формироваться совершенно четкое желание преобразовать среду вокруг себя. Это происходит более-менее часто с каждым в любом городе, это правда. есть островки такого творческого взрыва практически в любом регионе России. А вообще, вот, когда вы открываете центры, вот подобные, да, вот, в Володивостоке, это что, такая культурная миссия, вот, нести культуру в массы, вот, на периферию, да, или вот такая, что, вот, мы себя хотим сейчас показать, чтобы вы поняли вообще, что происходит в том мире? на самом деле, если бы хотели показать себя, да, инвестор или владелец фабрики, они пригласили бы, конечно, каких-то звезд, вот, то есть мы абсолютно неизвестные людям этого человека, которые хотят сделать что-то свое, очень интересное, и то, за что не стыдно будет потом, в дальнейшем, потому что, как бы, меня пригласили на этот проект только потому, что я уже делала для компании-инвестора конкретный проект, сделала его так, что их это удовлетворило, и они просто уверены в том, что это получится сделать физически. Лицо сейчас, именно лицо и имя в развитии каких-то креативных проектов, оно не так важно, и это очень правильно, важный результат и качество работы, поэтому мы надеемся, что наши результаты скажут сами за себя и задержат публику, конечно, миссия центра для нас, это прежде всего нести культуру жителям Владивостока, миссия центра современного искусства в целом по фабрике, это, конечно, фактор развития территорий. Мы очень надеемся, что фабрика Заря в целом станет тем фактором, который все-таки подтолкнет развиваться район Второй речки, который находится вокруг нее, потому что сейчас он немного выглядит печально, и по мировому опыту... В других районах не были, зато не самый еще печальный район. Это правда, я курсирую пока между Зарей и центром, вот, тем не менее, это мировой опыт, и абсолютно точно можно сказать, что и в развивающихся странах, и в развитых, он действует совершенно одинаково, когда такой проект с культурной миссией поднимает целый район. Трудности какие-то были при вашем проекте здесь? Какие-то препоны, я не знаю, но все равно город не Москва, по-моему же скажешь. Трудности мы встречаем каждый день. Все прежде всего упирается, конечно, в удаленность, вот, в то, что, конечно, доставить сюда в срок какой-то материал очень проблематично, и это требует усилий гигантского количества людей, вот, а у нас команда, она довольно маленькая, то есть буквально сейчас центром занимаются вплотную около пяти человек, и это все. Вот, соответственно, проблемы с доставкой, проблемы с тем, чтобы оформить все юридически верно, грамотно и быстро, потому что каждая закупка, любой заказ на производство это куча документации, вот, поэтому со всем этим, конечно, приходится справляться, и пока мы и спим по три часа, но, тем не менее, результат все-таки в перспективе видится очень некрасивым и интересным, поэтому хочется в этом остаться. Бизнес-план существует же, чтобы потом денежку зарабатывать, но глупо было бы вложиться, и ничего с этим не получилось. Объяснил, проект совершенно некоммерческий, именно Центр современного искусства, да, он в дальнейшем, мы рассчитываем, что он будет фактором развития самой территории, и так как заря живет собственно доходом от арендаторов, мы рассчитываем, что это место станет популярным, и будет притягивать вслед за творческой молодежью публику, которая может позволить себе купить дизайнерскую одежду, дизайнерскую мебель, сделать заказ на, например, производство интерьера и тому подобные вещи, и, в принципе, нам этого будет достаточно, то есть, инвестиции в Центре современного искусства, это такой проект долгосрочного маркетинга, скажем так, но, тем не менее, наша с Игорем задача состоит в том, чтобы он остался качественным и бесплатным для аудитории. Понятно, что будете привозить кого-то откуда-то, но что делать с нашими местными талантами, как с ними быть? Смотрите, местные таланты, местных талантов мы нашли уже двоих, это Дмитрий Кирсанов, фотограф, и Михаил Потемкин, графико-иллюстратор, это потрясающие два самородка абсолютно разных по возрасту, роду занятий и, в общем, своему мироощущению, но, тем не менее, это для меня это совершенно два человека европейского уровня, и я увидела их от работы, и, на самом деле, была очень сильно удивлена и обрадом, и мы решили, именно узнав этих двух людей, выделить отдельное пространство под выставки местных художников. Каждый месяц у нас будет открываться выставка именно Владивостокского художника, фотографа, иллюстратора, графика, живописца, любого человека, которого можно показать на пространстве 125 квадратных метров, и, соответственно, мы можем сейчас уже сказать, что мы приглашаем к сотрудничеству молодых художников до 35 лет. Все заявки можно присылать ко мне на e-mail. Почему такое возрастное ограничение? Возрастное ограничение, объясню, почему. Я встречалась с несколькими художниками 40+, в Владивостоке. Я понимаю, что это уже довольно состоявшиеся люди. В принципе, помочь им чем-то радикальным мы можем вряд ли, то есть, они самостоятельно посещают Европу, столицы. Ну, 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 на мой взгляд, наша миссия, она немного иная. Мы стартовая площадка, мы очень не хотим ограничивать в чем-то художников, но мы изначально выбираем только тех, кого считаем лучшими. Вот, не хочу, чтобы это звучало пафосно, но это так. Просто есть люди, которым хочется помогать, которым нужно помогать, они потом сделают для этого города в разы больше, чем мы дадим им сейчас. Ну, а вот не боитесь, что в такой ситуации, когда там вы выбираете лучших, да, вот те худшие, которых вы не выбрали, ну, будет такой негатив в вашу сторону, вот кого, кого, ну, о судье кто, да, и кто вообще выбирает, кого поставить, кого нет. Смотрите, негатив в любом случае будет, да, как в любом проекту. Я сделала очень много конкурсных именно проектов, например, конкурс паблик арт-объектов, да, на установку в Москве каких-то гигантских инсталляций, допустим, летом. Причастных, например, к производству арт-объектов своими руками, то есть оценивалась идея и концепция воплощения. Соответственно, негатив всегда был, есть и будет. Это просто, ну, могу сказать, что это реакция не очень умного человека. И, как бы, с этим бороться, в принципе, бесполезно. То есть, если человек умен, и если он сосредоточен на своем искусстве и хочет сделать действительно хорошо в будущем, он задумается над тем, что не так, и я всегда открыта для того, чтобы дать какие-то комментарии, кого-то направить. Но сейчас у нашего пространства все-таки нет права на ошибку. Мы должны показывать только то, что действительно может людей вдохновлять и вести за собой. Какие-то вещи, которые хороши даже, но не особенно новые и интересные, и которые, ну, просто, смотря на них, нельзя сказать, вау, мы их пока показывать не будем, совершенно точно. Вот вы же столкнетесь так или иначе с дефицитом кадров местных, да? И тогда что? Об этом мы, конечно, еще не думали. Просто, на самом деле, сейчас очень большая задача запустить все то, что мы хотим, в том формате, как мы задумали. Вот. И я думаю, что на первый год план наш сейчас расписан до апреля 2014-го. Нам удастся найти хороших художников, которых мы покажем. Дай бог, мы нашли уже двух в течение месяца. Вот. И потом мы будем дальше думать, как преобразовать этот формат. Возможно, всех этих людей, которые участвовали у нас, мы потом на базе этих контактов сделаем какую-то творческую лабораторию или инкубатор, или что-то еще более интересное, куда мы будем приглашать на стажировку уже менее опытных художников. И еще один момент, что мы будем давать грант молодым художникам Владивостока. Сейчас мы думаем давать его как-то более востребованному именно публику и художнику из тех, из того десятка, которые мы успеем показать до конца апреля. Но мы еще додумаем этот момент и, думаю, примем верное решение. Поэтому мы будем давать грант довольно большого размера, чтобы этот художник оставил, во-первых, себе тот гонорар, который ему позволит дальше творчески развиваться и потратил либо на стажировку, либо на нужную ему литературу или мастерскую, а также на создание арт-объекта для музейной коллекции нашего центра. По сути, восстановились в такой школе искусства неким таким продюсерским центром, который будет здесь продюсировать талант. во многом так. И талантов-то здесь много? Я знаю уже несколько. Я знаю одного, который хочет вернуться из Петербурга специально сюда, чтобы начать сделать здесь что-то. Я думаю, он будет не один. И пока что, ну, из моих знакомых, друзей, тех людей, которыми я общаюсь, многие, как сказать, таланты. Это 1% удачи и 99% работы. И вот эти 99% работы у некоторых людей просто не в причинах. Потому что у них нет мотивации. Где ему, что показать, что сделать. Я знаю многих людей, которые хотят в городе, что-то сделать интересной площадкой, чтобы кого-нибудь показать, себя показать или как-то задействовать в аудиторию. Но, к сожалению, такой нет. И нет мотивации работать на эту площадку, потому что нет перспектив. Если ты сидишь в подвале, у которого закрыта дверь, тебе ничего не остается как пытаться ее открыть. Вот. И мы, собственно, хотим эту дверь открыть. И я думаю, ну, я не буду сейчас называть имена, но в моей голове человек 15 точно есть. Ребята, которые достаточно перспективны. Как вообще происходит поиск, поиск талантов? Вот я могу сейчас совершенно точно сказать, что два первых таланта абсолютно непрофессиональные. Это вот буквально самородки, что один, что другой. и поиск их, конечно, происходил просто по друзьям, знакомым, через соцсети. Просто я попросила людей, которым я доверяю здесь, сказать мне, кто их восхищает как художник, посоветовать именно молодого какого-то человека или девушку, которому реально нужен какой-то старт в качестве вот именно первой выставки или какого-то проекта долгосрочного. И мне назвали двух этих людей и это было здорово. Какие-то вот есть технологии, ну, если человек в Владивостоке считает себя, что он талантом не обделен, куда ему позвонить, куда ему обратиться, какие-нибудь движения нужно сделать, чтобы хотя бы заявить о себе, что я есть такой, имейте меня в виду. Ему нужно написать нам. Да. Как связаться, как пойти? Мы можем оставить свои имейлы, нам просто нужна заявка с портфолио, с информацией и краткой об авторе, чтобы, конечно, она была чуть меньше, чем 2 мегабайта, чтобы просто не рухнула у нас рабочая почта. А так мы готовы все отсматривать, комментировать и формировать дальше программу из местных художников. Адреса и телефоны все есть в пресс-релизах, которые будут снимать. И с 1 августа у нас запускается сайт зарявладивостокслитно.ру и там будут все наши контакты, вся наша программа, новости, подписка на рассылку, обратная связь. Только лишь художники могут? Кто еще? Какое направление искусства вас интересует более всего? Катя уже сказала, это любые артисты, которые могут уместиться в указанных метрах. То есть, мне было бы приятно видеть какое-нибудь действительно современное искусство, которое интерактивно с публикой. Я знаю даже пару людей здесь, которые занимаются подобными вещами. А как будете учить людей, если есть какие-то планы по привозу тренеров, учителей? Как это? Да, есть планы по привозу лекторов и руководителей мастер-классов по очень разным направлениям. Нас интересует очень много направлений современной культуры, вот дизайн, архитектуры, даже литературы, вплоть до живописи, там, объектного искусства и перформанса. Вот на первые два месяца мы сосредоточились, собственно, пока я здесь есть сама, я хочу прочитать цикл лекций об истории современного перформанса, что, на мой взгляд, вот это единственный жанр, по которому Владивосток однозначно пока провисает. То есть он не развивается здесь никак, во многом потому, что он непонятен, и во многом потому, что ни одна книга о перформансе не перевезена с английского языка на русский, о том, что заинтересованным людям нужно разыскивать эти книги в интернете, их, как правило, даже нет в полном собственно формате, они представлены только фрагментами. И то есть все, что можно получить о перформансе, все знания, которые можно получить, это только статьи. И мало кто этим интересуется. При этом этот жанр очень перспективный, очень для художника даже высоко валачиваемый сейчас в Европе. Это может стать интересной вообще точкой старта для каких-то людей без профессионального образования, но с массой интересных креативных идей. Собственно, мы 22-го, августа у нас начнется перформанс с привозом китайско-германской художницы, уже ей за 40. Ее зовут Ингмэй Дуань, она родилась в Китае и потом 10 лет занималась перформансом в Германии под неусыпным контролем главной художницы перформанса на месяц, на год. Она останется у нас до 2-го сентября. Кто это? Кто-то еще? Пока вот изнимал? И вот как раз вместе с ней будут работать владивостокские художницы, пока известно имя одной из них, это Аня Парменова. Она занимается художественным текстилем и как раз преподает в ДВФУ. То есть что-то интересное полученное у нас она сможет еще донести до своих студентов. Перформанс этот будет как раз связан с нашей швейной темой. Мы очень хотим продвигать дальше историю фабрики по тому вектору, который уже был намечен когда-то не нами. Это будет огромное полотно, на котором зрители смогут оставлять свои инициалы или какие-то отметки о присутствии. Художницы будут это вышивать. Это будет первый объект, который войдет в нашу музейную коллекцию. Насколько оно будет большое? Пока мы планируем 4 квадратных метра, но возможно даже больше. Это же процесс трудоемкий. Кто этим будет заниматься? Местные? Этим будет заниматься как раз Ингмэйдуань и еще несколько местных художниц. Всего наверное человека 3-4. И это очень такая интересная иллюзия с миссией нашего центра. Если вы бывали в Москве в усадьбе Толстого, там есть скатерть, которую выживала его дочь Татьяна Львовна. Такая традиция существовала в 19 веке в таких культурных салонах дворянских домов, когда гости расписывались в альбомах, а вот у них гости расписывались на скатерти. И эта скатерть действительно удивительный арт-объект, который поражает абсолютно всех, кто приходит в дом Толстого, даже тех, кто увлечен только современным искусством. И там как раз сохранилось около 70 автографов, очень важных для того времени людей. А вот тогда вопрос тоже, именно очень у многих людей возникает такой вопрос, что, мол, сейчас инженеров не хватает, строителей и так далее, а вот дизайнеров, художников и так далее развелось очень много. Не обвинят ли вас в том, что вот такой рассадник такой молодежи, который вот не лишь бы ничего не делать, вот поговорить красиво да перформанс устроить. Ну, они же тоже инженеры и архитекторы эти дизайнеры, ведь эти области очень взаимосвязаны, особенно современном искусстве. Металлурги. Действительно, те же Конкрет Джангл, которые сейчас на заре занимаются благоустройством, я был у них в мастерской сегодня, и я бы не сказал, что они там отдыхают, они в поте труда, они по-моему вообще не спят сейчас, потому что у них дедлайны скоро, и у них есть огромный станок, который они заказали лазерный, они проектируют, режут, потом собирают, они привлекли нескольких ребят молодых, чтобы они им помогали собирать, и это же все на самом деле о дизайне и искусстве, и не лишено архитектурных и инженерных составляющих, то есть современное искусство, оно уже как бы немного, чуть дальше продвинулось, чем я художник, я взял кисть, я рисую. И в том-то и плюс занятия современным искусством, вообще погружение в него, то, что оно двигает во всех остальных сферах человека, то есть реальное знакомство с современным искусством, погружение в соответствующую литературу, оно просто развивает качественно во всех сферах, это уже проверено, наверное, не стоит об этом говорить. Как планируете людей завлекать постоянно? Потому что открытие выставки пришли те, кто заинтересован в субботу, не знаю, в пятницу, в понедельник уже никого нет. Для этого мы, в общем, будем формировать программу мастер-классов, лекций, кинопоказов, конечно, главную ставку делаем на кинопоказы пока, потому что это наиболее доступный и, в принципе, удобный и интересный для публики формат и ничего не требующий особого. То есть прийти посмотреть кино, прослезиться, унести какую-то идею с собой в голове, сейчас пока делаем ставку на это. В дальнейшем будем развивать какие-то творческие практики, мастерские, очень хотим отдать часть пространства под какие-то мобильные студии, лаборатории, школы, например, рисование для взрослых или театральную мастерскую. Я слышала, что в городе нет определенного коллектива и театра и площадки, который бы занимался экспериментальным театром. Любительские театры я три знаю, но такого экспериментального, хотя порой эксперименты делает тот же театр ТОВ, театр молодежи, они что-то делают подобные вещи и достаточно по местным меркам неплохо. Может быть, не берут за Москву судить, но есть такое, но я думаю, что можно с ними тоже еще поконтракируют. Еще в повседневности, чтобы завлечь туда людей в понедельник, вторник, там есть замечательные просто столы с розетками, которые Катя усиленно продвигала, и там просто очень удобно работать, есть свет, есть книги, достаточно спокойная атмосфера, и никто не будет отвлекать. И будет кафе, не просить что-то, просто сидеть, работать. Я знаю, что многим людям это очень сильно требуется, что-то типа каворкинга. Удаленность, потому что многие сетуют на удаленность, на наши пробки, добраться, грубо говоря, с Чуркина, либо с Центра, на Товеречку и потом обратно, не час займет, прямо скажем. Как с этим бороться, и может быть, вы будете как-то подстраивать свои лекции под определенные часы. А мы уже их подстроили, на самом деле, в чем еще одно наше отличие других культурных площадок совершенно четко, это в том, что мы будем открываться позже и работать допоздна. Например, с понедельника по четверг мы планируем работать до восьми, а с пятницы по воскресенье даже до десяти часов вечера, потому что, насколько мне известно, в городе нет таких площадок, кроме кинотеатров, куда можно отправиться за культурным продуктом каким-то уже после работы. То есть, когда я сама в апреле приехала сюда, я никак не могла посетить ни одну из галерей, потому что они скрываются либо в пять, либо в шесть, и, соответственно, вариантов у меня не остается. А это очень важное дело, и, например, моя фабрика, я наблюдаю, что уходят в шесть часов все с работы, и перед ними встает задача сделать что-то. Даже если они живут поблизости, они все равно едут в центр, и это та же дорога, которая занимает час и в одну сторону, и час в другую, еще по пробкам. Поэтому место, оно не так важно. То есть, то, что мы предложим, надеюсь, будет интересно, и тогда люди к нам потянутся после работы, зная, что там точно можно что-то посмотреть. Для меня, если честно, эта проблема удаленности выглядит немного смешно, потому что с учетом московских пробок и московских расстояний, та дорога до фабрики на автобусе, я езжу, собственно, от Семеновской на 41-м до зари, мне не доставляет вообще никакого труда. Что? У вас позитивно так хорошо, да? Еще в будущем, когда проект будет развит, будет привлечено достаточно народу, и вообще, ну, какая-то загружаемость будет понятная, может быть, ну, это сейчас отговаривается, будет рейсовый автобус, вот, бесплатно туда, в центры, тоже хорошая. Это кто, и кто же его будет оплачивать? Ну, оплачивать его будет заря, но тут такой момент, что, конечно, мы бы хотели сделать очень много всего, идея у нас громадьем, вот, но просто нужно посмотреть на ту эффективность, которую будет приносить фабрика в целом, да, то есть, те вещи, которые касаются арендаторов, и, в принципе, востребованности публика, их услуг и товаров, вот, это, возможно, позволит еще больше развивать инфраструктурную историю, то есть, пускать шаттлы, да, для каких-то, например, для того, чтобы родители, например, спокойно могли посадить своих детей, которые отправляются на уроки рисования на зарю, или на уроки, там, росписи по ткани, какие-то интересные домохозяйкам занятия. Вообще посетили-то в итоге-то наши галереи, музеи и так далее? Я посетила... Что касается страны на состояние вот этой нашей культурной сферы, так сказать, города? Мне очень понравился арт-этаж. Я могу сказать, что я вообще очень рада, что им занимается такой человек, как Александр Городний. Для меня это был один из факторов вообще взяться за этот проект. Очень много услышала важных, дельных вещей от него, которые мне помогли сформировать программу. Я знаю, что у него есть... По поводу Владивостока. Да, по поводу Владивостока, ситуации здесь, и вообще, в принципе, того, что нужно у Владивостока у того, чего нет, чтобы просто не предлагать людям очередной какой-то аттракцион, скажем так. И просто я знаю, что у него есть богатейшая коллекция, он ее очень умело пользуется и выставляет, и привлекает новые имена. Вот этот музей, в принципе, я думаю, что очень важно посетить вообще всем, кто приезжает в Владивосток. Надеюсь, что его никуда не передвинут, потому что все же фактор расстояний, конечно, играет роль. И еще мне удалось влететь в уезжающий поезд галерею Арка, вот только потому, что там было открытие. Очень хорошо, что дают местным художникам, именно молодым, да, выпускникам, вчерашним, выставлять свои работы, но, если честно, выглядело слабовато. то есть хочется все-таки задать уровень, какую-то планку качественную, чтобы привлекать именно таких людей под выставочный проект. И вот опять же, да, вот возвращусь, а судьи кто, да, кто будет конкретно вот говорить, что вот это хорошо, вот это нет, вот это до свидания, вот вы вот поработайте и придите там через полгодика. Ответ простой, у нас не будет никакого такого авторитарного комитета, да, это вот, собственно, все молодые люди, мы с Игорем, например, ребята Конкрет Джанго, которые уже согласились курировать в принципе все визуальные, все визуальные проекты на заре, да, с точки зрения архитектурных форм и дизайна, вот, есть еще очень много людей, которых мы хотим подключить к работе вместе с нами, например, сейчас мы пойдем навстречу к Вите Лепскому, вот, и, собственно, просто с учетом их мнений уже тех людей, например, которых мы привлекли, да, например, Дима Кирсанова, Миша Потемкина, выбирать вот тех людей, которые не хуже. Ну, отлично, отлично, но у меня вопросов вообще больше нет. Если есть что-то вам сказать по поводу того, что вы начали делать и вот по поводу того, что вы представите публике через неделю, какие у вас ожидания и от публики, и у вас ожидания от того, что вы им представите? Мне кажется, очень много сейчас после меня скажет Игорь, а я хочу сказать только одно, что я прошу публику вообще ни в коем случае не бояться, это будет искусство, я бы не сказала, что это будет высоколобое, кровавое, или еще какое-то ужасное, именно современное, да, в понимании публики искусство, это будет просто очень красивая и умная история, потому что мы прежде всего отдаем, ну, как люди не последние, да, в этом деле, мы все-таки отдаем себе отчет, что нельзя делать проект для себя, мы такие, какие есть уже, и он нам не нужен как бы для того, чтобы как-то качественно измениться, нам нужно наоборот поменять аудиторию и отношение к современному искусству как таковому, поэтому мы будем показывать довольно доступные вещи, те, которые легко включиться, не требуют особых усилий, не уйдет человек от нас с ощущением полной фрустрации от того, что он ничего не понял, вот, такого не будет совершенно точно, просто хочется, чтобы люди это понимали, не боялись, мы будем в любом случае поддерживать любые выставочные проекты образовательной тематикой, то есть лекциями и мастер-классами, вот, например, я прочитаю лекции перформанса, очень надеюсь, что люди поймут вообще, зачем нужен этот жанр, и как с ним жить, как его читать, как вообще, в принципе, оценивать то, что они видят. Это довольно легко, есть набор базовых принципов, и мне просто очень важно именно в этом городе показать, в принципе, ключевые работы, которые были созданы в мире за последние 30 лет, это действительно поражает воображение. могу добавить, что в связи с этим проектом вообще, почему я взялся, согласился не полететь в этот замечательный город, и вообще, мне очень хотелось бы, чтобы мои друзья, талантливые люди, вообще, все люди включились в какую-то среду, у нас просто отсутствует места в Владивостоке, где люди, которые хотят что-то сделать, смогли где-то встретиться, поговорить, исключайно придумать что-то очень крутое. раньше, я думаю, этим местом был финтушами, и теперь вообще нет ничего. И я надеюсь, что это место, Центр современного искусства Зали, может стать именно тем создателем среды, вокруг которой и в котором будет создаваться что-то. Может быть, на базе Зали, может быть, что-то в городе, может, что-то где-то еще. Потому что там, когда входишь, ну, я думаю, многие люди забыли на Кретью Споте, на открытии, основной части Зари. И они почувствовали атмосферу, атмосферу непринужденности. И там также были еще форум молодежи, по-моему. И я думаю, это все прошло просто замечательно. И было решено очень много проблем. И хотелось бы, чтобы дальше это место несло эгиду по созданию среды и по созданию каких-то проблем развития молодежи, чтобы это принесло больше людей, которые здесь остались. Что ждешь от зрителей, которые придут на открытую? Я жду, чтобы они рассказали своим друзьям. А те пришли, рассказали еще друзьям. И я надеюсь на сарафанное радио, потому что ты уже сказал о территориальной отдаленности зари. И это такой бытовой риск поехать туда, уйти из дома. Ну, и чтобы на него решиться, я думаю, нужен какой-то дружественный совет. Я надеюсь на тех людей, которые придут и посоветуют прийти, потому что они, я уверен, удивятся. А может забабахать какой-нибудь перформанс на такой? Чтобы было в шоке, знаете, шокирующее видео «Фабрика Заря» из этой серии. И так да, с работы. Мы как раз вынашим эту идею. Ну, Ну, в целом, допустим, я бы пришел бы и посоветовал своим друзьям прийти туда хотя бы за то, что там будут просто удивительно крутые книги, которые нигде не достать. и многие жалуются, что, о боже, я пойду в Москву, на куплю там книг, приеду сюда, потрачу все степени за год. Это действительно так. Теперь, я думаю, не придется ехать так далеко, ждать доставок с Азона. 50 евро за перевес уже заплатила. и я надеюсь, что, ну, просто, мне кажется, это неописуемо необходимо всем, кто хочет что-то делать свое или начинать делать свое, иметь литературу, иметь среду, где он может эту идею высказать, получить какие-то, может быть, отзывы, может быть, кто-то может помочь, может, кто-то еще. Ну, я сейчас активно формирую этих людей, по крайней мере, сейчас знакомых и друзей для чего-то, вот, я упоминал уже человек, который будет штамповать ткань, вот, я, собственно, заразил этой идеей, и они со своей девушкой решили собрать станок, большого, чтобы печатать ткань, и это удивительно классно. Это люди делают своими руками, счастливы, ушли там с работы, которые сидели в офисе и делали все по указке. Также дети, которые сейчас ходят в школу, у меня есть знакомый, он видел, ну, я делаю бабочки, и он видел мои работы, ему очень понравилось, он был восхищен, и решил сделать тоже бабочку, вот, у него очень хорошо получилось, я его похвалил, и он захотел делать руками, потому что увидел то, что делаю я, и это безумно приятно, и хочется, чтобы люди, которые приходили в Центр Самоиного Искусства, видели, как кто-то делает просто неописуемо крутые вещи, и думали, блин, да, круто, я же тоже, блин, хочу, и попытаюсь, может быть, что-то из этого просто безумно крутое получится, потому что у того паренька получилось просто очень круто, и, ну, я сейчас его сподавливаю, делаю всякие чехлы, всякие штуки, и мне очень нравится, не бабочка, не? Бабочка, я как-то от бабочек сейчас отстраняюсь, если честно, уже перенаселение, ну, я думаю, я ему отдам это, ты забыл сказать, что ему 12 лет, и можете представить, что из него вырастет, если он начал уже сейчас, И он меня постоянно пишет в ВКонтакте, когда откроется каворкинг, у него каворкинг, мне негде шить, мама отобрала машинку, они же с него тренируются, да, в какой-то случай, поэт до 30, до 35, да, а вниз? Но нам, к сожалению, запретили показывать порнографию, вот, поэтому нам придется ориентироваться на как раз на нежный возраст создателя бабочек, вот, ничего, ничего такого стремного у нас в пространстве видеть не получится, все очень-очень скажем так, для семейного просмотра. Ну, спасибо, у нас в гостях были те люди, которые решили сделать так, чтобы в Волгийстоке было хорошо. Спасибо, удачи вам большой. Молодцы, что я могу сказать. Огромное спасибо. Себе спасибо. Всего доброго. Увидимся скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова